МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, первое занятие у нас традиционное. Открывает доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, философ Михаил Васильевич. Тема занятия – использование парламентаризма в классовой борьбе. Пожалуйста. Значит, уважаемые товарищи, давайте начнем с определения политики. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. В интересах класса. Определение – одно, а политике – две. Значит, задача господствующего класса состоит в том, чтобы удерживать власть, которую он обладает государственную, и использовать ее для реализации своих интересов. А дорога, которую должен пройти оппозиционный класс, гораздо более длинная. И первый шаг на этом пути – один из самых трудных. Это завоевать государственную власть, а затем тогда решать те задачи, которые решает господствующий класс. То есть удерживать государственную власть и использовать ее в интересах, осуществления интересов и осуществления политики этого класса. Ну вот, в связи с этим можно сразу, в связи с темой нашего занятия, сразу сказать, что для рабочего класса, ни в России, ни в других странах, путь через завоевание большинства парламентов, в парламенте, к власти не лежит. Это ясно и практически, практически никогда это не было, ни в одной стране. Хотя, вроде так, все предполагают, что всего-навсего надо, чтобы народ проголосовал, и власть будет у рабочего класса. Тем более, что рабочих много, почти большинство, да еще трудящиеся поддерживают и так далее. Что по этому поводу говорит марксизм? Марксизм основывается на историческом материализме. А что говорит исторический материализм по данному поводу? Он говорит, что общественное бытие определяет общественное сознание. И если речь идет о буржуазном обществе, значит, сознание большинства членов буржуазного общества какое? Буржуазное. Значит, если очень точно выразить позицию большинства членов общества, если они все придут к урнам, и если не будет никаких нарушений, и если выборы будут прозрачные, и чистые от всяких нарушений, хотя такого и не бывает в жизни, но тогда, поскольку большинство имеет в головах буржуазные идеи, соответственно, будет обеспечено преобладание буржуазных партий. Поэтому всегда и до начала избирательной кампании, и после избирательной кампании, и во время избирательной кампании представители оппозиционного класса должны прекрасно понимать, что эта иллюзия о том, что можно через выборы взять власть, является не более чем именно иллюзией. Никогда и нигде рабочий класс к власти не придет. Правда, в качестве исключения некоторые собираются рассмотреть ту ситуацию, которая сложилась в Чили. Помните, соцпартия вдруг набрала большинство голосов в парламент. Во-первых, это соцпартия, а не компартия. И она никоим образом не является и не являлась партией рабочего класса. Более того, большинство, наверное, присутствующих не помнит. Люди, которые обладают некоторым возрастным недостатком, то есть имеют возраст больше, чем большинство присутствующих, еще видели. У нас газета за рубежом была такая. Это газета и журнал считался. И вот там вот такими красными буквами была опубликована статья Альенде, генерального секретаря соцпартии. «Социализм без диктатуры пролетариата». Вот такими огромными красными буквами. Поэтому рассматривать, что вот партия под названием социалистическая пришла, получила большинство в парламенте, ну вот это означает забывать, а что такое вообще партия коммунистическая. Что такое партия рабочего класса. Сейчас мы это выключим. Это первое. Второе. Второе. Одно дело получить большинство в парламенте, а другое дело получить власть. Все мы прекрасно понимаем, что до тех пор, пока Альенде осуществлял вместе со своей партией буржуазную революцию в деревне, то есть отнимали у землевладельцев землю, но и она переходила по существу буржуазии, частично к крестьянам, для того, чтобы мог существовать буржуазный строй, его не трогали. Как только он попытался что-то сделать, что выходит за рамки этого дела, все сразу кончилось. И что мы сам учили, утвердился фашизм. Вот печальная судьба тех, кто имеет такие парламентские люди. Что он писал по этому поводу Ленина? У Ленина есть замечательная работа, и я бы сказал, она единственная в таком роде и главная, где он специально рассматривает этот вопрос, а можно ли через выборы в парламент, через все общее голосование прийти к власти. Эта статья написана в связи с выборами в учредительное собрание, в которых большевики, как известно, получили второе место. А партии буржуазные и мелкобуржуазные получили лучшее место. Большинство. И вот Ленин прямо эту постановку вопроса рассматривает, «Ну вот, нам говорят, вы сначала собоюете большинство в учредительном собрании, и потом, опираясь на это большинство, вот вы, пожалуйста, осуществляйте свою программу». А мы говорим, нет, вы нам предлагаете голосовать и участвовать в голосовании при господстве буржуазных определителей воли, то есть при господстве буржуазного класса, при господстве всех механизмов формирования воли избирателя, которые гарантируют, что это самое большинство будет на стороне буржуазных и мелкобуржуазных партий, и поэтому мы в эту игру играть не будем. Мы пойдем другим путем. Каким? И там описывается, каким путем прошли большевики, потому что эта статья в 40-м томе полного собрания сочинений в самом начале, она как раз посвящена разбору, а как большевики взяли власть. А мы, говорит, не сумасшедшие, мы понимаем, чтобы удержать власть, для этого нужно иметь на своей стороне большинство народа. Но это большинство народа надо завоевать так именно, как делает буржуазия. И она завоевывает это большинство с помощью государственной власти. И мы тоже. Мы возьмем государственную власть сначала, а потом используем государственную власть для завоевания на свою сторону большинства народа. А что для этого мы сделаем? Вот мы дали землю крестьянам, привлекли на свою сторону большинство крестьян, фабрики рабочим. Большевики вывели по существу трудящихся из империалистической войны. Никто не может сказать, кто вообще решал такую задачу, кроме большевиков. Никто. Империалистические хищники мертвой схваткой сцепились друг с другом. И, казалось бы, к концу края не будет этой самой войне империалистической, в которой погибали и все больше и больше людей. И вот, говорит, таким образом мы привлечем на свою сторону большинство народа. А как мы получим власть? А мы рассчитываем не на выборы в парламент, а на советы. А в советах картина другая. Но не такая, что в большинстве советов большевики. Нет, конечно. А она такая, что в войсках Северного фронта, в Петрограде и в Москве советы большевистские. И большевистки они стали именно потому, что они советы. То есть они до этого были эсэром меньшевистские. После Корниловского мятежа, когда большевики активно поучаствовали в разгроме Корнилова и в разгроме тех, кто хотел отнять завоевание буржуатной революции, произошли перевыборы в советах. И в результате этих перевыборов в этих органах оказалось большинство уже большевиков. И это произошло в сентябре. То есть октябрьская революция, она могла произойти только после вот этой операции, то есть после сентябрьских событий. После того, как образовался такой кулак. Но, говорит Ленин, это все равно не большинство. Большинство мы все равно так не получим. И вообще наивно было бы представлять, что даже в советах будет во всех большинство самых разных при господстве буржуазных определительной воли. Но зато мы получили ядро в городах и в войсках Северного фронта. И опираясь на это ядро, мы берем власть. И потом, после того, как мы эту власть берем, мы с помощью государственной власти на свою сторону привлекаем большинство народа. И решаем ту задачу, к которой нас призывают. Дескать, завоюйте большинство. Мы и завоюем. Только мы будем завоевывать это большинство с помощью государственной власти. Вот так вставит вопрос Ленин. Это замечательная статья. Но таких вот других работ, которым именно вот этому вопросу было посвящено, просто нет. Это вот самая лучшая работа, специально этому посвященная. И я думаю, что мы должны ее, все люди, которые думают о революции социалистической, о переходе в социализм, мы должны ее, как говорится, знать, и руководствоваться этим. Так что это вот не есть некоторая новость. Теперь вопрос второй. Значит, если через выборы не режет путь государственной власти, то а как вообще к этим выборам и прочему, как относиться? Ну вот, надо сказать, Ленин всегда говорил и писал, и можно проследить все его произведения на эту тему, о демократии, о выборах в Думу и так далее. Во всех этих произведениях красной нитью проходит твердая совершенно позиция, что во всех выборах желательно принимать участие. Принимать участие. То есть не строите иллюзии, что вы с помощью выборов получите власть. А надо использовать выборы для накопления сил, для агитации и пропаганды, поскольку во время выборов шире открываются у народа уши для политических речей. Немножко ослабляется политический гнет, и некоторые свободы появляются дополнительные, и поэтому обязательно нужно принимать участие в выборах. Есть только один пример, когда большевики отказались от участия в выборах, это выборы в Булагинскую думу, поскольку она была урезанная, поскольку она не обеспечивала нормального волеизъявления. Но причины, почему большевики не участвовали, не с этим были связаны. Ну какая есть эта буржуазная демократия, такую надо ее использовать. Но причина была в другом, потому что еще предполагали большевики, что нет конца еще революции пятого года, а раз нет конца революции, не надо волну революции сбивать с помощью выборов. Может быть, удастся ее, эту революцию развить. Но когда выяснилось, что надежды на дальнейшую развитию в это время революции, вот этой второй русской революции нет, ну тогда, так сказать, Ленин даже делает вывод, что, видимо, надо признать, что ошибкой оказалось наше неучастие в выборах в эту самую думу. Вот как теоретически у Ленина ставится и решается этот вопрос. А зачем, спрашивается, участвовать в выборах, если вы через выборы власть не получите? Ну, во-первых, для агитации и пропаганды. Во-вторых, для того, чтобы вы в условиях буржуазной демократии, то есть диктатуру буржуазии, использовали бы некоторые ее возможности для завоевания определенных позиций политических. А именно, вот все депутаты Думы и в России, и в Царской имели неприкосновенность. То есть можно было назначать главными редакторами газет депутатов Госдумы все места в рабочей курии, а тогда было демократии меньше, чем сейчас, ой, простите, больше, чем сейчас, потому что было четыре рабочих депутата. Сейчас, по-моему, есть, рабочие депутаты были в том созыве от «Единой России». Вот КПРФ она, по-моему, ни одного не предложила. А было время, например, помним мы, там еще от КПРФ проходил Корсаков, член Совета рабочих Москвы, и ООНов Шандыбин. А в последнее время мы вообще не наблюдали, ни одного человека не предлагают. Но поскольку КПРФ занимается решением других политических задач, она обеспечивает свое представительство в Думе, соответственно, обеспечивает получение средств, которые выделяются, политическим партиям, которые проходят в Думе, по 120 рублей за один голос. Если миллион соберешь, то 120 миллионов, так сказать, в бюджете партийном есть. И поэтому там есть завсегдаты, которые всю жизнь просидят в парламенте, так сказать, и вовсе не безбедно живут. Ни о каком партмах, там речь не идет. Хотя разговоры одно время были. Помните, вот при этих выборах-то не было. А раньше были разговоры, что вот если мы пройдем, думаю, мы установим партмаксимум. Я знаю, какой партмаксимум был. В Ленина предложил установить партмаксимум 500 рублей, и все сверху этого уровня, то есть так приблизительно, на уровне зарплаты хорошего рабочего, и все сверху этого уровня отдавать партийную кассу и использовать на организацию революционной борьбы. И я встречался с одним товарищем, который мне рассказывал, как это было сделано, например, на железной дороге. Директор железной дороги, начальник железной дороги, получает 1000 рублей, член партии 500 рублей на руки, остальные 500 в партийную кассу. Его заместитель, главный инженер, 800 рублей получает, не член партии, он несет домой 800 рублей. Ну и какие карьеристы пойдут в такую партию, которая чем-то, так сказать, выше, как только добрался до известного уровня, все, 500. А дальше, дальше вот. Как-то потом это вот пропало. Как-то это пропало, как бы, как некий анахронизм, который, видимо, был у Ленина, Ленин, видимо, был не очень, хотя и Ленину пытались зарплату повысить, он очень так сильно вырвывал тех, кто попытался это сделать, этот номер не прошел. Но это принципиальная позиция, она была записана в книге «Государство и революция», где Ленин говорил, что какие-то мы меры должны принять, чтобы наши люди не перерождались, наши представители. Ну, один из них – это партмаксимум, вот, и второе – отзыв депутатов. Все формы, которые мы наблюдаем сегодня, не советские, они таким механизмом, как отзыв депутатов, они вообще не обладают. И с 36-го года не обладали и так называемые советы, которые проходили по территории и в этом смысле использовали скорее парламентскую форму. Можно сказать, что на известный период и в известных условиях могут быть использованы парламентские формы, как стороны, например, народной демократии, они как раз парламентские формы использовали, и можно было сказать, что там непобедима была сила социализма, поскольку сила социализма была связана с тем, что там стояли советские войска и Красная Армия. Но сами по себе вот эти государства, они так же, вот сказать, быстро пропали, как только, так сказать, изменилась ситуация здесь в Советском Союзе. А вот в КНДР не пропали, хотя там тоже нет советов. Вот мы выясняли во время посещения Северной Кореи, есть ли там советок, хоть какой-нибудь формы. Нету. Нету. Поэтому вот так там все здорово, хорошо, но есть такое впечатление, вот придет все-таки наконец вот один, второй, третий генеральный, даже удивительно, что они идут, так сказать, по династической линии, и все равно, так сказать, люди подходящие проходят. Как-то здорово так получается. А могло бы так не быть. Никто же не гарантирует, что сын великого кормщего будет великий кормщий. Не гарантирует. И вот, тем не менее, пока это все держится, но такое было впечатление, что придет корейский хрущев, и все так же посыпется. Пока не пришел, а если придет. Нет никакого механизма отзыва депутатов. Одно время Шейн, когда он еще был представителем рабочих, а не депутатом от «Справедливой России», он написал Матвиенко письмо. Она была тогда вице-премьером по поводу того, что какой у нас отзыв, как осуществляется. Матвиенко ответил, и это письмо Шейн получил, нам всем раздал, и мы прочитали, что парламентская форма народного представительства не предполагает отзывы депутатов. То есть главное туда пройти, а оттуда вы уже не заберете. Ну и если еще какая-то есть иллюзия, что по однамандатным округам якобы вдруг выборы проведут заново, но никто заново выборы проводить не будет, у нас нет в законе, то в отношении прохождения по спискам, дескать, ну вот ждите в следующих выборах, а на следующих выборах поставят в список какой-нибудь партии, и все. И, например, каков механизм получения финансов на выборах этих самых партий, ну вот приходит такой хороший человек к руководителю какой-нибудь партии, и говорит, люблю я вашу партию, могу я вам помочь финансами. Все говорит, да пожалуйста, а у вас нет иностранного капитала? Не, 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 у нас все только отечественное, у нас все отечественное. Тогда, пожалуйста, а сколько вы хотите нам дать в качестве помощи? Ну я не вам хочу дать, а хочу в избирательный фонд, как положено по закону. Ну и сколько вы дадите в избирательный фонд? А сколько вот на 10, сколько вам надо, чтобы избрать 10 депутатов? Ну, примерно по 3 миллиона долларов. На каждого, значит, 30 миллионов долларов. Хорошо. Ну так я вам это перечислю. Руководитель партии соответствующий спрашивает, а сколько нужно? А что вы хотите вот за это? Да ничего не хочу. Ну просто желательно, чтобы я вот среди этих 10 был. Ну не потому, что я что-то на чем-то настаиваю, но просто вот, ну, скажите, я думаю, что вы, я положительно отношусь к вашей партии. Ваша партия положительно относится ко мне. Я же вам помогаю. Бескорыстно. Ну хорошо. И вот я привожу, это кажется, что я вот рассказываю как бы гипотезу. Представьте себе, идем мы с докерами по Думе, взяли им пропуск, вот, а у докеров Южилин, генеральный директор был, а его братец двоюродный сидит в Госдуме. И вот проходим мы по фракции КПРФ и читаем. Южилин, вот этот братец, миллиардер, ну у него не много миллиардов, миллиарда два всего было тогда. Южилин, фракция КПРФ. Обомлели эти ребята. Вот это да. Мы, значит, с ними там воюем, бастуем, бунтуем, будто они по фракции КПРФ. А как вы думаете, почему во фракции? А там дешевле эти места. То есть нет, никакой торговли нет, просто тут от чистого сердца предлагаются средства, а на пленуме говорится, вот нам, товарищ, нас очень любит, можем мы его список включить? Любит, и помощь нам оказывает. Есть какое-нибудь нарушение? Вот Вик Аркадьевич, он был депутатом Госдума, он скажет, нет же нарушения, Вик Аркадьевич, правда же? Все хорошо. Даже очень хорошо. Вот такая картина. Поэтому надо понимать, что ни о каком отзыве депутатов, ни о каком контроле за деятельностью речи быть не может. То есть прошли, наобещали, и все. Поэтому какие-то иллюзии, а иллюзии широко распространенные в народе, что вот мы выберем, они будут. Вот сейчас, только что, сегодня я слышал по радио эхо Москвы, что в среднем в год получают депутаты по 50 миллионов. В среднем избранные депутаты по 50 миллионов. Вот я думаю, эти люди, они-то понимают нужды народные, правда? Которые по 50 миллионов в год. Вот вы это не понимаете, я не понимаю. А, они понимают эти нужды. Это вот, кстати, заработали. Хотя мы знаем, что от трудов праведных не наживешь палатками. Один, кто больше всего получил, он имеет что-то 50 или 60 квартир. И миллиарды, соответственно, имеет. То есть, он сидит, а у него с квартирю вот-вот, у вас нет? Меньше или больше квартир? Борисович, нет у вас 60 квартир? Значит, вы неуспешный. Вы же понимаете, есть успешные люди, а тут собрались неуспешные. Вот они, раз неуспешные, они изучают марксизм. Может быть, станут успешными. Вот такая картина. Поскольку в 1936 году состоялся такой переход, и вот это использование этого парламентаризма уже в период, когда надо было осуществлять диктатуру рабочего класса, имело довольно тяжелые последствия. Почему? Зарастал бюрократизмом, засорялся государственный аппарат и аппарат властных органов. Хотя, мы не можем, скажем, сказать, что товарищ Сталин где-нибудь реализовал этот пункт. Никогда. Вопрос от ленинизма 11 издания. Посмотрите, там цитируется из программы партии, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный орган, а завод, фабрика. Теперь возвращаемся мы к той проблеме, которую мы должны и осветить сегодня, и обсудить. Это к проблеме, как участвовать в выборах или не участвовать? Участвовать, как советовал Ленин. Для чего? Во-первых, для пропаганды. Но если мы понимаем, что в этом парламенте, в любом парламенте, в котором есть организационная форма диктатуры пролетариата, в отличие от советов, которые являются организационной формой диктатуры пролетариата, вы ни одно решение в интересах пролетариата не проведете. Никогда. А раз вы его не проведете, вам какие надо выдвигать предложения? Надо выдвигать предложения, но самые яркие, самые значимые, потому что они имеют пропагандистское значение. А люди, которые, если наши депутаты прошли в Думу, значит, они вот в этом плане должны смело выдвигать, поскольку они обладают неприкосновенностью. не совсем обладают неприкосновенностью, то есть для того, чтобы завести уголовное дело на депутата, надо согласие всех депутатов. А депутаты, они в той или иной степени, особенно буржуазные, в какой-нибудь имеют дефект, и рыльцы в пушку, очень многих. Поэтому они неохотно дают вообще согласие. Это надо многих человек убить, для того, чтобы они дали согласие на привлечение к уголовной ответственности. Еще, чтобы это все было представлено соответствующим образом. Поэтому туда очень многие рвутся и деньги дают на выборы по той простой причине, что они убили, зарезали, ограбили, и поэтому нужно получить парламентскую неприкосновенность. Я думаю, что если мы наблюдаем с вами за ходом событий в прошлой дуе, мы знаем, что одного посадили, второго посадили за убийство и так далее, и за организацию, или за то, что он заказчиком был, и так далее. Это обычные дела. Следовательно, первый вывод, который отсюда получается, что раз мы не можем рассчитывать на то, что это пройдет, то нужно в самой яркой форме свои требования выдвигать. Но это же требования были соответствующие интересам народа. В принципе, они вообще осуществимы, но если они не осуществимы при данном строе, значит, народ, если это его требования, если мы выражаем его коренные интересы, он будет требовать тогда этих убрать, а мы говорим, вы так не уберете, это надо советы создавать. То есть, тогда мы свою задачу создания советов решаем с помощью выдвижения таких лозунгов в правительстве. Я могу привести пример. Когда была кампания за прохождение трудового кодекса, вот во время этой кампании, значит, проект, который подготовил фонд рабочей академии и который всем вот тут участвуют все представители тех политических организаций, которые это делали, мы все его продвигали, мы прекрасно понимали, что его, конечно, в полном объеме, конечно, его не дадут принять. Мы это прекрасно понимали, но чего мы тогда добились? Мы получили очень широкую поддержку профсоюзов, очень широкую. Профсоюзы нас поддерживали очень широко. И на съезде профсоюзов, который был буквально за 10 дней до рассмотрения в Думе, было принято решение, что мы поддерживаем. В это время КПРФ прислала своего представителя Серегина, который секретаря по рабочему движению, и говорит, что мы не будем поддерживать проект фонда рабочей академии, вот за который выступали и товарищи из РКРП, из РПР, и выступали как раз самые боевые профсоюзы. А мы будем выдвигать замечания. Никаких мы замечаний и поправок так и не увидели, так их и не было. А когда наступил день Икс, надо было голосовать либо за проект Слизки, потому что правительственный провалился, благодаря вот этой нашей широкой агитации, проект яблочный провалился, в котором предлагалось детям до 8 лет 120 часов в год работать. Я об этом по телевидению сказал, что это вообще предложение от сутенеров, владельцев детских публичных домов исходит. На телевидении рядом был Голов, тем более его хорошо знали, он у меня в комитете комсомола на Матмехе был культсектором и двочником был, это я хорошо знаю, но потом купил злоченые очки, телефон и стал депутат по яблочной линии. Еще был проект от ЛДПР, того господина, который сейчас уголовной известностью привлекает. Еще был проект Московской городской думы, еще был проект восьми в НПРовске, и все они провалились. Наш проект вышел до второго места, но больше как вы понимаете достигнуть было нельзя. А на первое место вышел проект Слизки, который вышел на первое место потому, что им пришлось многие вещи из этого проекта брать, дабы исключить выхождение на первое место проекта Фонда Рабочей Академии. Так что мы проверили, но у нас главная агитация какая была. Авиадиспетчеры голодали, дохеры приехали в Москву, организовали прямо непосредственно перед Думой соответствующий митинг, и когда-то проходил Жириновский, ему бабушка как древком дала по голове, и он воздержался при голосовании. Так что это вот такая нормальная форма демократическая. И один представитель Единой России тоже проголосовал за наш проект, что удивительно. Я хочу сказать, что во время обширных забастовок, которые были 15 лет назад в порту, вот в это время 15 лет 10 Виктор Аркадьевич. Виктор Аркадьевич, когда был депутатом Государственной Думы, он эту возможность использовать позицию и положение депутата использовал для того, чтобы обеспечить проведение митинга. Но как провести митинг? Митинг не разрешали, ни при каких условиях, а докеры хотели провести во время забастовки митингу ворот порта. Тогда была избрана такая форма. Приезжает депутат Государственной Думы Виктор Аркадьевич Тюльфин, он устраивает встречу, где хочет, там и устраивает. Это хорошие возможности депутата. Где хочет, он захотел памятник матросам, которые защищали Ленинград. Вот он туда забрался и всех предупредили, что товарищи, сейчас встреча с депутатом. Это не митинг, поэтому вы все, что будете говорить, должно начинать, уважаемый Виктор Аркадьевич, а дальше можете продолжать, что хотите. И все это поняли, вокруг было очень много милиционеров, они все стояли и ждали, кто-нибудь, не будет ли митинг, а все говорят, уважаемый Виктор Аркадьевич, и пошли, 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 пошли. Больше ничего нет, вот форуму надо было выдержать. И состоялся очень хороший митинг. Более того, скажем, Виктор Аркадьевич сделал запрос по поводу того, что не пора ли национализировать порт, раз эти вот не понимают, господа, и не удовлетворяют требования, это взрывает вообще работу порта, это приводит и к боям, и дискредитирует вообще государство. Вообще, во многих государствах уже причалы являются государственные порты, поэтому надо и нам национализировать. И как потом выяснилось, что была встреча, оказывается, Путина с Лисиным по этому вопросу, хотя вот я не знаю, что они тогда отвечали, может, замотали этот запрос, но он остался небеследным. И в общем, в итоге, несмотря на то, что сражение было между Докером и миллиардером Лисиным, у которого 17 миллиардов долларов было, его просто с басовкой не проймешь, не сказать, у него вот будет меньше денег, у него будет меньше денег, а вы останетесь вообще без всего. Но Докеры делали забастовку тоже. Не так, что все остановились, а просто меньше работали. Потому что забастовка это полное или частичное прекращение работы. Они вот такую тактику применяли, и так они в этом состоянии могли существовать хоть полтора года. Еще летом хорошо. С семьей раньше приходили, гуляли, отдыхали и не хотели обратно возвращаться на прежний режим. То есть в этом плане использования таких возможностей, как связь, например, из комнаты депутата, эти помощники могли звонить по всей России бесплатно, то есть помогать организации рабочего движения. Все это было использовано. То есть надо понимать, что если удастся получить хотя бы одного депутата в органах власти, хотя бы и в буржуазных, если этот депутат не стоит на буржуазных позициях, а строго придерживается четкой, выдержанной линией и осуществляет интересы рабочего класса, и это большой выигрыш. Что и показала деятельность вот наших депутатов. Правда, их все равно в Сибирь отправили. Бадаева, Муранова, Шагова, Иногена. Но их-то отправили в Сибирь, но потом некоторые товарищи из них вошли в Гайна революционный центр по руководству восстания. Потом уже, потому что они вернулись оттуда. Поэтому надо сказать, что, как известно, революция всякие предполагают приключения. И, скажем, некоторые товарищи, как товарищ Сталин, неоднократно ездили в Сибирь. И Ленин там побывал, книжку написал о развитии капитализма в России, использовал пребывание в Сибири как докторантуру. Вот такой толщины третий том, из которой ясно, что все эти разговоры народников об особом пути России ни к чему не сводятся. Ну и вывод какой мы должны сделать, то есть, что, конечно, нужно использовать возможности буржуазной демократии, если она, то она же лучше, чем фашизм, правда? То есть, когда люди говорят, все равно буржуазная диктатура, ну, диктатура, диктатура, рознь. Одно дело, сначала, прежде чем, так сказать, тебя стухнут или посадят, сначала будут обсуждать, доказывать, удастся, может быть, от этого уйти, найти сторонников и так далее, то есть, это совсем не безразлично, то есть, размах классовой борьбы при буржуазной демократии может быть больше, а при фашизме можно сказать, что невозможно сразу от фашизма перейти к коммунизму и социализму. Невозможно, потому что представители рабочего движения или в тюрьмах сидят, или вообще их лишены жизни, обезглавлено рабочее движение, и чудес не бывает. Поэтому нельзя недооценивать вообще значение буржуазной демократии. То есть, когда мы сравниваем буржуазную демократию и фашизм как откровенную, открытую террористическую диктатуру наиболее реакционных, наиболее шаминистических кругов империалистической буржуазии, мы не должны говорить, ну, а все равно это диктатура. Не все равно. Вот не все равно. Не все равно. Будут ли руководители рабочего движения в тюрьме сидеть, так сказать, вообще будут убиты, или они будут выступать и организовывать рабочие движения. А когда Советы будут созданы, никакая сила не остановит революцию. Ну, вот как получилось в 1917 году, я сейчас заканчиваю, что как можно было остановить революцию, вот если здесь войска Северного фронта стояли на большевистских позициях. Совет войск Северного фронта был большевистским. Кто мог сражаться с ним? Какая могла быть тут вооруженная борьба? Вы себе представляете, с одной стороны Петроградский гарнизон, который поддерживает большевиков, а с другой стороны Временное правительство, женский батальон и юнгера. Ну, какая могла быть стрельба? И не было никакой стрельбы. И не могло быть никакой стрельбы. А что стрельба? Зачем стрельба? Тем более на тросы с Авроры, когда был июльский мятеж, они охраняли Временное правительство в порядке, поддержкой от реакционеров. И поэтому они знали, что им не надо было бежать по центральной лестнице, они сразу пошли по той лестнице, которая ведет ту комнату, где заседает Совет Министров. Пришли и арестовали. Вот и все. Все на этом и закончилось. Почему Ленин и говорил, что нужно раньше мы, если бы раньше взяли власть, Петроградский совет, ну и что мы тогда бы сделали? Мы были бы Петроградской властью, ее бы никто не принял в России. Или сказали, что узурпаторы здесь захватили власть, а то их. А если позже, вот разъехали бы делегаты второго съезда Советов, и тут большевики подсуетились и взяли власть, Петроградский совет взял бы власть. Это что же получалось? Был съезд Советов, власть не брали, а теперь, значит, некая особая власть, некая особая партия, поэтому, когда говорят, вчера было рано, а потом поздно, имеют в виду, как раз, что надо власть-то было передать съезду Советов, поэтому эта власть не оказалась властью Петроградского Совета только, она была полдня властью Петроградского Совета, а вечером она уже стала властью Всероссийской, и было избрано правительство советское, и поэтому эту власть уже невозможно было сломать потом, тем более она проводила такую определенную линию. Вот, что я хотел товарищам доложить по этой теме. Спасибо за внимание. Поступили вопросы, да? Да. Так, на выступление это вам, а вопросы мне. Значит, вопросы. Виктор Аркадьевич сразу мне вопрос на засыпку написал. В редких случаях левый на выборах уже демократический получает много мест, не власть в парламенте, или даже пост президента, например, Молдавии, да, Венесуэле, Белоруссии. Допустим, что этот левый оказался честным левым, или даже коммунистом. Какие наработки можно им посоветовать для использования своего положения в целях продвижения к социализму, развития классовой борьбы? Я думаю, что вот советы для этого идеальная форма. Вот и сейчас никто ведь не запрещает создавать советы. У нас вообще и буржуазина делала советов, у нас есть совет федерации, у нас есть госсовет, когда собирает всех этих губернаторов. Много-много людей сидят за огромным столом, и Путин всегда его ведет. У нас есть совет безопасности, очень узкий и властный орган, после которого уже дальше оформляется все решениями парламента и другими всякими органами, если он примет решение. И он примерно такое же значение имеет в советской безопасности, как в советское время политбюро ЦК КПСС. Поэтому у нас советов много. Не говоря уже о том, что у нас есть ученые советы везде, советы там на предприятиях, и вообще у нас каждый что-нибудь советует, вообще у нас страна советов только и советует, мало кто что выполняет, а вот советовать всегда много советов получим. Поэтому это такая форма, с которой вообще трудно бороться. А советы, если они образуются, они уже сами позаботятся о том, чтобы их не съели. Потому что именно советы создают дружины. У меня был такой случай в период переворота контрреволюционного, меня пригласили в выборский КГБ, отделение КГБ, чтобы я лекцию прочитал. Я им прочитал, что пока религиозную литературу ловите, чтобы они привозили в Россию, в это время такие граждане, как Гаврила Попов и другие, они уже выступают против советской власти, они выступают за федерализацию, за десоветизацию, дефедерализацию и так далее. То есть они уничтожают страну, а вы ловите их. И они такой мне вопрос на засыпку. А как вы относитесь к лозунгу, что КГБ это острый меч партии? Я им говорю, отрицательно, они так как-то все на меня посмотрели. Я говорю, потому что партии же они могут сгнить, вот, социал-демократия германская, она была партией рабочего класса, а потом стала буржуазной партией. Поэтому этот вопрос очень большой в зависимости от субъективных факторов становится. А вот если поставить вопрос по-другому, что КГБ это острый меч рабочего класса, но рабочий класс, надо объективно интересы выяснять. Не что думает тот или иной рабочий, или даже целый класс, что думает, а что он объективно, согласно своему положению, должен делать. И тогда вот это должны защищать представители КГБ. Ну, они так успокоились и меня выпустили оттуда спокойно, без всяких последствий. Так что вот что можно делать? Можно советы создавать, инициировать, помогать. Вот это ничего не было сделано. Точно так же, как Альенда. Ему же предлагали, давайте вооружите рабочих-то. Нет. Подумаешь, он ходим там потом стоял с автоматиком. Ну, и прихлопнули его одного. Он же не вооружал, хотя стоял вопрос, вооружите рабочих, идет наступление. Идет контрреволюция. Ну, поскольку он революцию не сделал, поэтому и контрреволюция не противодействовала. О чем говорить? Поэтому очень нужно сделать, безусловно. И это было большое продвижение в развитии класса и борьбы. Но, к сожалению, вот мы это наблюдаем, опыт России и опыт нашей революции не хотят использовать в мире почти никто. у меня приходилось выступать даже с докладом на конференции в Брусселе. И там вот был проект резолюции. В проекте резолюции там слова «советская власть», «советская революция». Есть то, что надо советы создавать. Все вытравлено. И все мои предложения туда вписать, все тоже не принято. То есть, как бы, все уважают нашу революцию, но кто у нас сделал нечто подобное нашим советам. А. Красная Бавария, там были советы созданы. Б. Венгрия, маленькая, ее задавили просто. И Финляндии был совет рабочих уполномоченных, так орган. И тоже вот этот гражданин, которому сделали доску, он позвал немцев и утопили в крови красных финнов. Вот что произошло. А в других странах, те, которые собираются строить социализм, мы это пока не видим. Поэтому такой уверенности, что это получится, у нас такой и нет. Тем более они в становлении находятся. И к чему закончится это становление? Прихождением или возникновением социализма? Вот мы и не знаем. Так, а вот кстати дальше Виктор Аркадьевич пишет советы скажем. Да, вот как раз Виктор Аркадьевич сам же отвечает. Я правда сам тоже так считаю, но он и написал здесь на случай, они додумаются. Так, вопрос товарищ Уманцов завод Кулакова. Почему некоторые союзники РКРП отказались от участия в буржуазных выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга и вышли из Ротфронта в самый ответственный для агитации момент? Потому что вот те самые линии, которые были взяты не на развертывание революционных лозунг, а самых примитивных. И уж более примитивного лозунга может не быть. Скажем, была такая агитация, что мы прижмем эту буржуазию к стене. Эта буржуазия прижала к задней стене, когда люди говорят, мы только за то, чтобы индексацию сделать. Да индексация это плевое дело. Индексация это не копейки на рубрик, не копейки. А Ленин критиковал лозунги экономические копейку на рубль. А тут не копейки на рубль. Разможно идти с таким лозунгом на выборы. И людям мы пытались товарищам объяснять, товарищи не хотят, тогда мы не участвуем в этом. Естественно, мы не хотим позориться. Если кто-то хочет позориться на выборах, пусть позорится без нас. Вот и все. Так, вопросы. Степан Сергеевич Маленцов. Актуально ли положение Ленина, что обязательно надо партии рабочего класса участвовать в выборах в настоящее время? Да, я отвечу, а, конечно, актуально. Второе, как рабочая партия плюс ее союзники СФРА и профсоюзов использовали выборы в Госдуму в 2016 году для развития борьбы рабочего класса? Вот разъясняли, какие лозунги надо ставить, какие лозунги не способствуют развертыванию классовой борьбы. Вот мы, скажем, продвигаем лозунг переходе к 6 часов рабочему дню. И мы настаивали на то, чтобы те лозунги, которые придет и профсоюзами, а не записаны в программе коллективных действий, чтобы они и прозвучали. Из этих всех по существу не звучало ни одного. Мы специально в народную правду выпустили и там еще раз опубликовали. И во всей своей агитации во время выборной кампании мы это разворачивали и поставили в качестве главного лозунга на сегодняшний день сокращение рабочего дня без уменьшения зарплаты до 6 часов. И этот лозунг он, конечно, еще сам по себе далеко не социалистический. Например, в Швеции уже работодатели предлагают 6 часов рабочий день. У нас же на 14% увеличился рабочий день в России в последнее время. У нас идет везде увеличение. У нас люди работают зарабатывая на медикаменты, на лечение себе. Так, вопросов больше нет. Выступать. Выступающий поздно в порядку поступления первой Денис Борисовича. А еще записаться правильно? А? Можно, конечно, что? Уважаемые товарищи, я хотел бы напомнить, что партии без идеологии не бывает. А идеологии две. это капиталистическое и коммунистическое. Если какая-то партия говорит о том, что у нее нет идеологии, тогда непонятно, что она пропагандирует. Какие лозунги она выдвигает? Зачем интересно она борется? Есть, конечно, партии мелкобуржуазные, которые вещутся все время между интересами рабочего класса и интересами буржуазии. хотят все это соединить, получить некий союз, некое сложение классовых сил. Так вот, сложить классовые интересы буржуазии и классовые интересы рабочего класса проряда не получится, потому что они прямо противоположны. Если буржуазии выгодно удлинение рабочего дня, несмотря на то, что она найдет данное сокращение, потому что производительность труда выросла настолько, что можно обеспечить при коротком рабочем дне достаточную прибавочную стоимость, но тем не менее, там где производительность низкая, она идет на удлинение и пропагандирует это, работать и сколько влезет, пока не умрете. Если рабочему классу выгодно увеличение заработной платы, повышение реального содержания заработной платы, для того, чтобы на эту заработную плату можно было приобрести необходимые жизненные средства для себя и для своей семьи, то буржуазии выгодно, конечно, проводить индексацию. Причем мы видим четко по поведению буржуазных партий разделение, которое Макс пишет капитали. Первое подразделение, второе подразделение. Крупным капиталистам, производителям средств производства совершенно безразлично, будет повышаться заработная плата на уровне индексации или она будет снижаться, пусть она снижается, для них это ничего не значит. А представители производства средств потребления конечно заинтересованы, чтобы какая-то покупательная способность все-таки сохранялась, потому что они производят для потребителя и если потребитель становится все беднее и беднее и беднее, конечно, у них тоже прибыли начинают падать. Поэтому мы видим, что партия крупного капитала Единая Россия проигнорировала это требование обязательно индексации. А партии, которые отражают интересы мелкого и среднего бизнеса, они поддержали. Но ничего коммунистического в этом требовании нет. Поэтому я совершенно согласен с Критовым Васильевичем, что партия рабочего класса должна отстаивать последовательно интересы рабочего класса, не идти на соглашательство с буржуазией и поддерживать лозунги, которые вроде как в розоватый цвет окрашены, но по сути дела являются отражением интересов класса буржуазии. Спасибо. Тюрки, не проходи. Уважаемый товарищ, сразу пользуясь случаем, приглашаю на следующий четверг, когда у нас будет занятие итоги выборов, которые прошли в Государственной Думу и задачи коммунистического выдвижения партии рабочего класса. Лектором назначил я, ректоратом, поэтому там мы сможем более конкретно разобрать целый ряд вопросов именно в приложении к сегодняшней будет. И в том числе поспорить, менять сомнения и так далее. А по сегодняшней нашей теме общей я бы хотел обратить внимание на следующие моменты. Вот значит лектор правильно для нас определил, что задача значит для чего идет на выборы партия она сразу распадается на две части. Первая это пропаганда в ходе выборной кампании. А вторая в случае проведения какого-то количества депутатов туда повезло. А кое-где бывает даже очень везет. Кубра в конце концов два срока имела спикеров парламента Рыгкин и Селезьев. Это второй вопрос что из этого можно вышить вот тогда. Я хотел бы со второго вопроса начать. Мне довелось один срок за четыре года быть депутатом Государственной Думы. Я вот сейчас утверждаю там я убедился что больше всего КПРФ надо критиковать за то что они те огромные возможности ну по нашим скажем так сказать пониманиям и меркам не используют они для развития даже борьбы в рамках своей программы. Я уж не говорю что не направляют на то чтобы приближаться к революции развивать рабочее движение и прочее и прочее. Абсолютно. При этом что вот вы подумайте значит предыдущие думы 90 человек депутатов каждый с окладом значит 430 тысяч рублей в месяц у каждого по 5 платных помощников сидит только в думе на местах кабинеты связи возможность командировок техника и так далее и тому подобное и все это ну где назовем где забастовки где профессиональные люди которые работают на организации рабочего профсоюза это не считая того что из бюджета еще получают значит на все партии порядка 7 миллиардов рублей на долю КПРФ там полтора примерно выпадает почему потому что происходит вот это явление вписывается в систему вписывается и начинает работать ну как бы сказать профессиональными защитниками народа вот он сам думает что он вообще пользу приносит он сидит правильно критикует вовлечает скрывает недостатки критикует те законы которые вносят врезает от микрофона получая за это хороший зарплат 438 и на этом это сказать вот говорухи мне говорят а что ты думаешь Виктор того чтобы хорошо защищать народ не буду от должен хорошо получать ну а как она это защищает и вот даже очень уважаемые люди они вот когда туда попадают в такую систему если нет классовых ориентиров значит осей вот этих координат ну скажем всем вроде как уважаем Алферова прежде всего к ученым уважаем за то что он вроде не отказался от имени своего брата от принадлежности партии коммунистов но вот когда вчера да вчера идет открытие первое заседание государства он старейший депутат ему дай бог память 80 там 7 лет 6 6 8 6 лет вот он так сказать открывает заседание думы значит всех поприветствовал потом Путину слово предоставил и при этом такой пассаж у него из переделанных стихов мульковского меня Владимир Владимирович попростил я сейчас что смотрите завидуйте имею ввиду паспорт он достает я гражданин здесь переделаем российского союза то есть вот это так сказать мы все должны гордиться тем что мы российские гражданы а орган который здесь собрался это действительно орган народовласти причем небольшой там я любитель поэзии маяковского но вся суда у него была в том что это серпастый молоткастый красный советский то есть государство рабочих христиан просто а здесь ребята перешли на то что и пошло поехало потому что и суть программы у них теперь сводится к тому что когда-нибудь правительство народного доверия или мы большинство получим или президент так сказать осмыслить развернется и обратиться к нашим специалистам которые пойдут поэтому самый большой минус но зная эти возможности именно поэтому они не пускают никого туда чтобы не использовали эти возможности в нужном направлении чтобы не двигались не шли и соответственно многие помнят как год назад КПРФ провозила специальный клим по рабочему движению и говорили предусмотрим так сказать предусмотрим места специально в списках для рабочих чтобы они достойно там были где ни одного рабочего пытаются выдать сейчас за рабочего представителя профсоюза Кировского завода друга Шмакова Пантелеева его и на заводе то не знает вот у нас значит крановщица второй номер в нашем списке Лисицына и на заводе не знает не говоря уже о том что за этим профсоюзом никаких так сказать славных дел и никаких движений в сторону рабочего класса не замечено не видно не было значит еще один момент хочу обратить внимание особенно это было заметно вот на встрече которая с президентом лидеры парламентских партий мы во многом ну там ошибки в общем будем готовиться к выборам смотреть так но они уже готовят следующее реформирование законодательства то есть можно с уверенностью сказать что те места которые сейчас они получили имеют они используют для того чтобы еще крепче закрепиться на этих позициях никого не допустить не подпустить и в элементарных мячах ну скажем тот же жириновский выступил с идеей что Владимир Владимирович у нас места меньше стало туда перешли вот на эту систему по одномандатным округам поэтому но надо как-то компенсировать но уже 110 рублей за голос это маловато надо до 200 поднять финансирование партии можно там показать как зюганов там по другим этим самым примерно то же самое институт советников еще что-то и прочее то есть во первой части я таскать еще раз обращаю внимание что бич то в том что те места и то направление которые должны ввести и занимать ортодоксальные пролетарские так сказать силы и партии оно занято господами оппортунистами и их оттуда так сказать никто убирать не позволит и более того им самим никогда не дадут возможности сдвинуться вправо до конца это Владимир Ленин указывал потому что тогда это место может быть ну занято наступающими силами снизу ну и еще вот один ответ товарищу Дегтяреву я хотел сказать я уже не первый раз слышу от него намек что вот партия без идеологии быть не может замекая что Родфронт это вы как-то Ликтор Кайч сказали что нам не нужна комиссия по идеологии и так далее неправильно вы понимаете это дело почему я имел ввиду что у нас Родфронт это прежде всего блок сил классовых а не ортодоксальная марксистская партия вот в РКРП я думаю так же как и в рабочей партии там есть комиссия по идеологии секретарь по идеологии и прочее а в Родфронте как в блоке широком мы договорились составляя программу в том числе с участием Михаила Васильевича уважаемого значит в самом сжатом виде изложено что наша главная линия это соединение борьбы за демократию с борьбой за социализм в том числе за демократию на рабочих местах за развитие борьбы экономической везде и здесь и в этом плане гвоздем нашей программы участия Родфронта в выборах была не индексация как пробует тут Михаил Васильевич и вы провести а была мысль что только борьбой самих людей труда значит можно добиться хоть чего-то в том числе этой самой паршивой индексации и я сегодня могу утверждать что именно вот то самое яркое пятно о котором говорил Михаил Васильевич которое надо включать в предвыборные программы вот к этому пятно относится требование индексации потому что оно наиболее вопиющее потому что оно наиболее понятно потому что оно выпукло потому что оно у всех перед глазами и потому что именно на этом примере можно показывать пальцем ту же самую единую Россию которая зарубила это самое требование вот они суткины дети вот они что делают они даже этого не хотят так сказать пропустить поэтому вставай поднимайся давай прижмем задницей стенкой давай тряхнем давай попробуем что-то получить пока не получилось почему не получилось потому что пока голос фронта еще очень-очень там слабо слышат потому что более широкой трибуны высокой не дают потому что из девяти партий которые на выборах в Питере участвовали восемь мелькали на центральных каналах участвуя в выборах в эту самую как она в думу в думу и постоянно так сказать занимая места которые там шли значит по роликам бесплатным думским первый второй канал там целая других поэтому проигрыш тут в этих временах был там офигенный и то даже то время которое удалось реализовать на местных каналах это очень так сказать неплохо очень много и 10 тысяч голосов которые есть это дивизия 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 если вы еще сумеете организовать и прочее то задача следующего этапа нашей борьбы а как это сделать на следующем занятии мы посмотрим и обсудим все на этом все спасибо я вернусь в следующем держите кратко прежде всего хотелось бы поблагодарить Михаила Васильевича он теоретически вроде правильно все говорил но выступление было такое академическое немножко оторванное от реальной жизни потому что об опыте участия партии рабочего класса на современном так сказать поле рассказа ничего не было поблагодарил теоретически все верно значит докладчик подтвердил что надо участвовать в выборах и Ленин об этом говорил но участвовать это не значит просто где-то сидеть и писать статью вот там выборы идут а я буду писать статью вот это мое участие такое часто это значит выдвигать кандидатов депутатов и бороться за депутатский мандат партия организация которая называется рабочая партия Россия она не выдвигала никаких кандидатов хотя была возможность выдвинуть приглашали товарищи давайте вместе пойдем на выборы кто хорошо вы говорите что вы против индексации заработной платы и считаете его реакционным а кто мешал вам выдвигать воздух 6-часового рабочего дня программу профсоюзов задачи коллективных действий идти с этой программы вас же никто не запрещал пожалуйста используйте все возможности но вы почему-то несмотря на пожелания Владимира Ильича и вы согласны с этим что надо участвовать отказались вместо этого значит вы выдвинули в пику индексации я выдвинул лозунг 6-часового рабочего дня ну пускай мы не против 6-часового рабочего дня а даже за мы поддерживаем этот лозунг но понимаете что в рамках существующего бюджерного строя ваш лозунг это вот если бороться только за этот лозунг без постановки вопроса об изменении существующего строя это глупость вы зайдете куда-то не туда поэтому на мой взгляд вам нужно пересмотреть вот это так сказать свою позицию и глубже изучать наследие Владимира Ильича спасибо я хочу поблагодарить всех товарищей которые выступили за выступление я думаю что в рамках университета рабочих корреспондентов они очень хороши для того чтобы нам обсудить такие же утрепещущие проблемы в рамках товарищеской дискуссии вот я думаю что вот здесь подтвердил и Аркадьевич и Степан Сергеевич что теоретический вопрос правильно поставлен поэтому я могу только поблагодарить за такую оценку доклада что касается вот нашей полемики ну я думаю что так вот не бывает что можно взять кто если идет какой-то какой-то единый блок единая платформа идет на выборы то не так что один одно предлагает другой другое предлагает и это будет тут наоборот все сконцентрировать и направить надо выбрать что является самым важным на что мы хотим во время выборной кампании куда подняться на какую политическую гору значит получилось мне кажется что ни на какую политическую гору никого никто не поднимал со стороны Росфронта наоборот это была обычная яма то есть это рутина это всегда была индексация вот например в некоторых предприятиях в отраслях записана индексация сверх не только индексация а сверх индексация еще и повышение реального содержания зарплаты теперь записано что повышение уровня реального содержания зарплаты это гораздо больше индексация в буржуазном кодексе принято это уже повышение уровня а не индексация больше гораздо записано если вы напишете туда обязательную индексацию ну это просто масло масляное потому что как и раньше она была необязательной так от того что вы поставите два слова обязательной Она будет тоже так же необязательна. Почему? Потому что если вы хотите написать обязательное, что нужно сделать? Тогда нужно поставить на выбор лозунг другой. Давайте запишем в уголовный кодекс статью о том, что в случае непроведения индексации до трёх лет. У нас, между прочим, такой пример бурразный есть. Невыплата зарплаты карается в уголовном порядке. Обязательность достигается не тем, что слово «обязательно» вписывается, а мерами. Второе. Надо было предлагать в административный кодекс, что предприниматель, работодатель, который не обеспечил повышение индексации заработной платы, карается штрафом в 50 миллионов рублей. Это можно было бы потребовать, чтобы эти деньги направлялись к тому коллективу, где они провели индексацию или провели среди коллектива, или в профсоюз. Понятно, что они это делать не будут, но вокруг этого можно разворачивать агитацию. А просто дописывать ещё туда одно слово. Меня извините, я считаю это детским садом. Просто детский сад. Сыдно даже думать, с этим вообще ходить. То есть это несерьёзно. Давайте два раза напишем обязательно. Нельзя ничего тут сделать. Это вот я считаю глубоко ошибочной тактикой. Надо вписывать. Мы, например, сознательно, когда сделали проект трудового кодекса, вы все это знаете. Мы там, где стояло два дня, в Советском кодексе мы стояли три дня. Там, скажем, за вредность. Где к отпуску стояло четыре дня? Семь дней и так далее. Почему? Мы знали, что они всё равно не будут. Но, доктор Тавел, мы даём это дело. Мы предлагаем больше и лучше. И это играть. А здесь, наоборот, откатились далеко назад хуже, чем бурразный кодекс. Это нельзя. Это вот один пункт. Второй пункт, который я бы сказал, что надо, видимо, решить, что это за блок классовых сил. Если это партия рабочего класса, это не блок классовых сил. Это авангард рабочего класса. А если блок классовых сил, какие классы? Объясняю, какие. Это рабочий класс. Его представляет РКРП. Это буржуазия. Её представляет... Ну вот, кого мы видели на тех выборах, которые нам удалось рассмотреть. Поддержку этого логиного индексации. Это ЛДПР. Справедливая Россия. А если мы возьмём состав Родфронта, там высвечивается левый фронт. Это какой класс вообще он представляет? Тут точно не рабочий. Точно не рабочий. И даже, в какой-то мере, антироссийский. Это раз. Во-вторых, там есть армия воли народа. Ну это, я не знаю, как сказать. Ну вообще, это придурочная партия. Просто придурочная. То, что люди говорят, вот пусть чиновники отвечают перед народом. Народ должен их судить. Но люди безграмотные, они прекрасно должны понимать, что суд – это орган государства. Поэтому судить можно тогда, когда у вас есть власть. Если у вас нет власти, то ставить вопрос, что давайте будем судить чиновник, ну это просто детский сад смешно. И что получилось? У нас вот нормальной было бы организации. И если тут Виктор Аркадьевич, так сказать, на меня указывает, то я, конечно, хочу тоже поминиться. Наверное, я тогда это, так сказать, недооценил, что мы делаем, конечно, тут ошибку с этим. Вот одно дело, скажем, РКРП и вокруг профсоюза. Это очень нужно. Любые, желтые, зеленые там, синие. Вот это было бы, это что такое? Потому что работать надо со всеми профсоюзами. А тут получились политические организации из других классов. Это действительно союз классовых сил. То есть союз рабочего класса, буржуазии и мелкобуржуазии. И еще это и самое компрадорское буржуазии. Вот каких союз классовых сил. И что из этого может получиться? Ничего. То есть я хочу сказать, что есть большая опасность перелива РКРП в Ротфронт. И что трудно будет удержать людей, членов РКРП, от того, чтобы они не превратились в членов этой самой мелкобуржуазной партии Ротфронт. Так получилось, что она пока действует как мелкобуржуазная партия, а не как союз каких-то классов. А что такое мелкобуржуазная партия? Там и за рабочих, там и за мелкобуржуазию, там и чисто пролетарские лозунги, там и буржуазные, там и мелкобуржуазные. Вот что получилось. Поэтому я думаю, что я бы призвал товарищей подумать о сохранении РКРП, с которым у нас не могло быть и не может быть никаких идейных разногласий. И всегда, когда встает вопрос теоретический, мы всегда здесь находим полное единство. Программное в том числе. И в отношении, скажем, действий в профсоюзах у нас тоже. Мы в свое время обсуждали вопрос о том, что давайте в программу запишем программу коллективных действий. Рабочая партия России прямо в программу записала, чтобы люди, вступающие в партии, сразу поняли, за что надо бороться. Что касается РКРП, РКРП записала нас во всех вопросах рабочего движения. Руководствоваться программой коллективных действий профсоюзов. То есть тоже на высшем уровне, с съездом записано. Доходим мы до того, что надо руководствоваться. Это же вот выборы. Мы же рабочих собираемся тут агитировать, если мы партия рабочего класса. А мы тогда этим не руководствуемся, а сводим все к одному пунктику и самому слабому, который только может быть. Который вообще, ну как бы прилагательно. Если я имею 5, так я имею и 4, и 3, и 2, и 1. И это даже в самой 134 статье. Там написано, что повышение реального содержания зарплаты включает в себя индексат. Ну, конечно, включает. То есть если я буду выступать за повышение уровня реального содержания зарплаты, то я, конечно, пойду наперекор этой буржуазной линии. Но она включает в себя индексацию с потрохами, она никуда не девается. Нет, мы как раз уберем вот эту всю отличающую от буржуазии часть. Возьмем только вот индексацию, которая, в общем-то, буржуазия, я видел, как она делается в порту. Вот бились, бились, прямая сенька за 10%. А 10% приемли для буржуя, а в конце года раз, 10% дают индексации. И, извините, весь профсоюз в дерьме. А в свое время они делали по-другому. 30% за постовочные требования. За 30% люди бастовать будут. За 10% не будут бастовать. За индексацию никто нигде не бастовал. И бастовать не будет. Потому что, вот представьте себе требования индексации, забастовочные. А мы ведь на выбор должны дать систему забастовочных требований. Потому что мы рассчитываем во время выборной кампании распространить все требования, которые могут стать требования коллектива. Вот мы выдвигаем требования индексации. Потом после выдвижения требований идут переговоры. Битва, перетягивание каната и переговоры. В результате мы получаем некий компромисс. То есть меньше, чем индексация. И то есть каждый год все хуже и хуже и хуже. И будет как у экономистов, которые, когда поздравляют с Новым годом, говорят, что в следующем году мы будем жить лучше, чем через год. Поэтому я думаю, что это, конечно, ошибка. И я считаю, надо еще это обсуждать. Если указывать на меня, то я готов тоже признать ошибку. Я думаю, что само это устройство такой организации, которая была бы блоком классовых сил, это создание другой партии, другого класса. Может ли этим заниматься партия рабочего класса? Не очень понятно. То, что РКРП – партия рабочего класса, всем ясно. И тут нет никаких вообще сомнений и разговоров. А что получилось с этим Росфронтом? Либо надо сделать какие-то шаги, чтобы это упало себе рабочего класса стало. То есть там можно доделать программу, можно туда кое-что дописать. Одно дело пишется для регистрации в самом начале, а потом уже можно дорабатывать ее. Она же зарегистрирована. Ее дорабатывать. Это же не противоречит то, что дополнением является. Не противоречит. Это расширяется, улучшается. И второе, надо подумать и об организациях. Если те организации, которые входят, не проводят эту линию пролетарскую, им тяжело с линией рабочего класса, ну с кем-то надо может и расстаться. И как бы в этом смысле подумать о некотором видоизменении Росфронта? Потому что иначе он получается не красный. Потому что и так он называется Российский Объединенный Трудовой. А Трудовой фронт это капусту собирать, картошку собирать. Это Трудовой фронт. А по-немецки Росфронт это Красный фронт. Так он должен быть Красный, а не Союз разных классов и всех. Все-таки речь идет о том, что вот этим самым сокращением мы как бы указываем, что это Красный фронт. А тут получается, что, дескать, это вот он у нас красный РКРП, а это серо-буромалиновое. Ну ничего хорошего. И поэтому можно так считать, что мы давайте договоримся с разными слоями буржуазии, что наш пройдет, их пройдет, их пройдет, и мы там тоже будем иметь местечко. Но это какая-то такая беспринципная торговля. Это не похоже на ленинскую линию выборной кампании. Ну вот я согласен с Виктор Аркадьевичем, что вот он будет делать доклад, ну он выведен с определенной тезисой, всякий анализ нужен. Если бы, скажем, можно сказать, что вот с задним числом, как говорится, хорошо говорить, я и про себя это хочу сказать, что если бы мне раньше это пришло в голову, я бы раньше сказал, ну вот мне раньше не пришло, так сказать, виноват. Ну что делать? Ну все равно мы должны, вот, у нас же все не кончается, еще власть ведь не взята, поэтому подумать нам есть о чем. Тем более разбитые армии хорошо учатся. Надо подумать, вот что нам нужно сделать, и я думаю в этом отношении. Вот насчет этого лозунга «Союз классовых сил» тут надо подумать вообще очень крепко. Это непонятно что. Партия не может быть союзом классовых сил, партия всегда авангард класса. Значит тогда, если это буржуазная партия, авангард буржуази, если это пролетарская партия, авангард рабочего класса, а союз классовых сил – это мелкобуржуазная партия. И пока Ротфронт, не потому что там люди плохие, а просто по факту, является мелкобуржуазная. Это неплохо. Вот КПРФ – мелкобуржуазная партия, она из-за рабочий класс, из-за мелких бизнес, а там есть хорошие предложения, есть никуда не годный, и все это вместе. Ну вот я думаю, что если уж мы их критикуем, то не надо по этому же самому подобию создавать что-то такое. А поскольку, в общем, контрольный пакет, я так понимаю, в Ротфронте и в РКРП, я думаю, она вполне может сделать Ротфронт по своему образу и подобию, что было бы очень хорошо. Спасибо. Благодарим, Николай Васильевич. Продолжение следует...